Всем привет, дамы и господа, с вами Неломов. Как-то я сегодня не так поздоровался, но ничего страшного. Мы сегодня играем в The Long Dark, вернее продолжаем её проходить. Мы с вами остановились на чём? По-моему, мы остановились в том моменте, когда мы подошли к подозрительной такой местности, где была то ли какая-то заброшенная ферма. Мне почему-то показалось, что это она и была. Заброшенная ферма. Вот я надеюсь, что мы на этой заброшенной ферме найдём не только волков, но мы найдём на ней что-то очень интересное и полезное. Остров Великого Медведя. Теперь шахты заброшены, однако до разрухи они были одним из столпов местной экономики. Понятно? Значит, наша задача сегодня постараться как можно подробнее эту местность изучить с волками. Мы сейчас будем её обсматривать. Я надеюсь на то, что нас волки не загрызут. Вот одно было здание вот здесь, прикольненькое такое, но там волк ходил. Возможно, мы должны с ним вязаться в бой. Возможно, мы должны просто его отсюда прогнать с помощью нашего зажигательного этого факела. Ну, сперва мне почему-то больше, у меня больше желания обследовать эти два здания. Это спереди, вот, волк, видите, вышел из дверей главных. Вот, ферма, ферма, райские луга. Найдено новое местоположение. Райские луга, так и запишем. Ну, это райские луга, так, как бы так вам сказать, можно и назвать её фермой райские луга. Но что-то мне пока что райскими не совсем кажется. По крайней мере, я вижу, что тут лазит волк, и это меня слегонца так настораживает. Вот. Этого волка бы как-то спугнуть, или лучше бы даже к нему не попадаться на глазах. Дерево-то вырубывало очень активно, одни пеньки торчат. Значит, что мы тут имеем по итогу? Во-первых, я вижу, что там есть какой-то трактор. То есть, это реально была ферма. Волк, куда он пошёл? Без понятия. Сейчас будем тут всё исследовать. Исследовать. Шиповника сейчас насобираем. Мы с него себе чуть попожить чай. Сделаем. Вот, следы волка, он ушёл. Ну, их славненько. Вот. Сейчас мы будем здесь смотреть коробка. Мы можем её разломать. Заберём с неё... Ох, ночь наступила. И мой... Мой... А, ещё коробка есть. Но если мы сейчас здесь, короче, сильно долго задержимся, есть большая вероятность, что к нам придёт в гости влог. Древесина. Картонная коробка. Холодно. Ой, что так быстро холод заканчивается? Когда мы разламываем коробку, у нас очень быстро заканчивается... Ох, топорик. Ну, мне кажется, один уже был. Так. Слишком большой вес. Да, у нас перегруз. Это я знаю. Сейчас мы заберзаем. Зато я нашёл какие-то кишки. Ещё что-то там есть полезного. Пусто. Что здесь? Факел. Берём. Верстак. Что мы можем на этом верстаке сделать? Изготовить. Капкан. Ох, мы можем волка словить? Начать 30 минут. Мы можем волка словить в капкан? Это было бы офигенно. Или для медведя его сделать? Так. Ставьте силки там, где водятся кролики, чтобы добыча со временем сама нашла. Ага. Силки. То есть мы... Я вас понял. Зажечь огонь. Мы можем здесь отогреться. Понял. Назад. Так. Мы пока не очень сильно замёрзли. В принципе. Но всё равно пока что изучаем всё. О. Какой-то труп. Обыскать замороженный труп. Что у него? Ээээ. Факельная ракета. Это больше... А, это для... Батончики. Шерстяные носки. И всё. Я тебя понял, мужик. Ну, чем богаты, тем и рады, как говорится. Хорошо. Тут мы всё нашли. Всё обсмотрели. Ну, только я сейчас очень медленно начинаю ходить. Конечно же, отменя... О. Кролик. Так. Кролик бегает. Что у нас в тракторе внутри? Кролик, кажется, меня заметил. Хм. Может, аккумулятор сел? Что, я могу трактор как-то завести? Наверняка. Это так. Но здесь ничего достать в этом тракторе нельзя. Только можно покинуть его, и всё. В нём ничего внутри не оказалось. Хорошо. А как аккумулятор менять? Я как-то могу это дело вскрыть? Как-то заменить? Сейчас обследуем его со всех сторон. Нет, трактор ничего нам толком не даёт. Хорошо. Есть один автомобиль здесь. И здесь тоже ещё какой-то дом. Возможно, в этом доме мы сможем найти что-то полезное. Конечно же, я надеюсь, что мы можем в этот дом внутрь зайти. И там найти первую очередь. Я очень сильно хочу найти лом. Стол. Ломать мы не будем пока стол с деревом. У нас всё в порядке. Нам бы какие-то интересные вещи найти. Ага. Ключ от фермы райские луга. Где-то ключ есть. Пока что непонятно, где этот ключ прячется. Где этот ключ можно найти. Но, возможно, нам кто-то его даст. Возможно, ключ-то там находится. Пока что это для меня загадка. Ключ от фермы райские луга. Ну, в этом доме что-то тоже интересное. Ну, мы с вами должны обследовать обязательно этот дом с другой стороны. Вернее, не с другой, а с задней стороны. Потому что в этом доме может быть, как вам так сказать, ещё потайной вход. Так, ящик один, ящик два. Может быть, там без ключа. Без ключа можно там проникнуть. Так, открыть что там было? Капот. Так, что у нас в капоте? Ничего полезного в капоте. Под капотом я не нашёл. Тут у нас тоже пусто. Заходим внутрь машины. И трактор туда же. Что? Ну, я понял, тут всё не рабочее. Так, бардачки проверяем на всякий пожарный. А вдруг здесь будут ключи? А вдруг тут упадут ключи, и мы попор... И у нас получится попасть в дом. Так, задняя тут. С задней частью ничего полезного нет. Такое чувство, что кто-то здесь ходит. Ух ты, музыка началась. Так, значит, что нам... Наша такая сейчас задача? Волки воют. Наша первая задача. Не попасться волкам в лапы. Не попасться им на зуб. Вторая наша задача. Наша... Попробитаться найти что-нибудь вот здесь. Но мы очень сильно замёрзли. Если просто здесь есть возможность проникнуть в этот дом, где-то задней части, это будет круто. Так, древесина. Рабочие перчатки. Ещё дерево. Ну, это плохо, что здесь нет никаких дверей. Запасных в этот дом. Через окно как-нибудь проникнуть было бы тоже здорово. Мы замерзаем всё сильнее и сильнее. Да, мы очень сильно начинаем замерзать. А где же мне тогда деться? Куда мне теперь себя подевать? Это, конечно же... Ммм... Плохо. Мне нужно... Желательно мне сейчас вернуться вообще домой. Тут волки. Нам ещё нужно плюс тому не попасться волкам в лапы. Что по итогу мы имеем? Тут где-то волк ходил. А, вот волк. Тихо, 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 тихо. Один волк вот здесь. Один волк вон там. Там тоже есть какие-то... Я очень сильно надеюсь, что можно как-то того волка там обхитрить и залезть в дом. Хотя бы отогреться слегонца. Ну, реально очень холодно. Но если мы там сейчас погибнем, то есть мы не сможем, получается, здесь нигде согреться, то нам придётся как-то двигаться назад, туда наверх выбираться. Но эти райские луга меня воодушевили. То есть мне кажется, что здесь можно что-то найти полезное. Единственное, что у меня не хватает ключа. А где тут ключ спрятан? Не знаю пока что. Вот это похоже на амбар. Там, по-моему, даже лестница наверх есть. Так, мы сейчас тут разберёмся. Правда, я сейчас очень сильно мёрзну. Это очень-очень нехорошо. И главное сейчас, конечно же, не попасться на волка. В принципе, здоровья у меня довольно-таки много. Ага, это ветки, чтобы дерево держалось. Понял я вас. Главное сейчас не попасться волку в зубы. Потому что если я сейчас ему попадусь, то пиши пропало. Где волк? Пока... А, вижу, вон там ходит. Он вдалеке. Надеюсь, что здесь всего лишь один волк. Вон он там лазит, видите? Волчара. А мы сейчас попробуем сюда в амбар зайти. Надеюсь, что мы сможем в нём отогреться хотя бы. Потому что я очень сильно замёрз. А ещё лучше бы там развести огонь. Возможно, мне стоило было развести огонь вон там, где... Откуда я... Тут нельзя сюда зайти. А наверх как-то залезть. По лестнице. Н-м. Нельзя. Надеюсь, что где-то здесь можно будет растопить бочку. Вот там было, в том помещении здоровенно, можно было бочку растопить. Я что-то на это проигнорировал. Наверное, там стоило было развести огонь и отогреться. Хотя, опять-таки, не факт, что мы бы хорошо отогрелись. Так, тут можно пройти? Ну, тут ничего нету. А зачем тогда такую-то такую сделали секреточку? Если там ничего нету. Сверху тоже пусто. Что за... Ну, я вижу, что здесь какие-то... Эээ... Волк вон воет. Без конца и края. А здесь что-нибудь полезное? Что-нибудь полезное? Не зря же я сюда шел. Ну, тем не менее, я хотя бы буду знать теперь, что здесь ничего... Не чувствуя стопы. Он очень хорошо. Тихо. Волк. Кажется, он нас учуял. Уходим. Он начал рычать на меня. Тихо, тихо, тихо. Не рычи на меня. Малыш. Малыш! Где он? Боже, он как будто все ближе и ближе. А, вот он. Он меня услышал. Я бросил огонь. Он должен испугаться, по идее. Или нет? Ты должен уйти. Да ты же огонь же тебя подожжет. Он не боится огня. Черт. Он меня преследует. Уходим, уходим, уходим. Наверх куда-нибудь. Он все ближе и ближе. Волчар отстань от меня. Так, надо как-то от него смотаться. Уходим, уходим, уходим. В машину бы залезть было бы здорово, на самом деле. Тут спущусь. Может быть, сейчас мы его надурим. Так, мне нужно как-то теперь наверх залезть. Так, тут лед. О, вот мост. Ага, все, я понял, где я. Он идет за мной. Я не вижу его. Вот он идет, идет, идет. Глаза вон его светятся. Я тут наверх закарабкаюсь? Наверное, нет. Нет, ползу, ползу. Все под контролем. Так, хорошо. Надеюсь, что он только не сможет сюда залезть, этот волк. По снегам, по снегам, по лугам. Так, вот этот мостик ведет к этим полям. Ой, боже мой, Елена. Спасибо. Привет. Привет, Михаил. Здрава. С наступающим новым-новым. И тебя с наступающим. Желаю в Новом Году море и позитива. Найти втрою половинку. О, боже мой. Ну и, конечно, насобирать тебе на твою игрушку. С Новым Годом, красавчик. Ой, спасибо большое. Очень приятно. И тебя с Новым Годом. И всю твою семью. Очень приятно. Так, мы сейчас возвращаемся обратно домой. Ой, ну я очень сильно замерз. То есть я надеюсь, что мы сейчас от волка убежим. И я спрячусь хотя бы в первый дом. Чтобы хотя бы немножко отогреться. Что у меня очень сильно все замерзло. В машину лезть нежелательно. Нам нужно в дом. Именно в дом, в котором мы сможем отогреть свои булки. А волк все за мной и сзади топает. Я так подозреваю, да? Или отстал? Не вижу пока что волка. Ну и хорошо, что не вижу. Мы очень сильно замерзли. В принципе, у нас еще здоровья много. Но мне надо как можно быстрее найти дом, в который можно залезть. Ночь глухая, ночь глухая. Так, еще кто-то водит. Где-то еще что-ли волки водятся. Так, в этот дом мы не зайдем. Тут заколочены двери. Возможно в следующий. Смотрим, где там двери, двери, двери нам нужны. Двери, где вы, где вы? Двери нам нужны. Двери нам важны. Двери нам важны. Двери нам важны. Двери нам нужны. Так, тут... О! Тихо. Чикс. Надеюсь, что здесь будет теплее немного хотя бы в доме. Старый дом. Заходим. Так, мы в доме. Но я ничего тут не вижу. Так, дом. Покинуть дом. Печка. Пусто. Но мы как бы в доме. Но отогревание наше очень медленно происходит. Значит, что мы можем зажечь? Спички. 12 спичек. Свежие кишки. Брошено. Что? Не понял. Нет других источников света. А мы можем тут огонь разжечь? Так, давайте попробуем. Нельзя разжигать костер в помещении. Ну! Ну мы же сейчас так задубеем. Так, что делать-то? Тихо, там волк что ли ходит. Мы можем лечь спать. А только я не вижу кровати. Вот в чем прикол. Спички мне жалко. Ладно, наверное, мы будем сейчас рисковать. Мы пойдем в дом, который нашей бабушки. Там тепло в доме бабушки. В доме бабушки, в принципе, мы отогреемся. Но туда довольно долго чесать. Но я примерно помню, где он находится. Так, бежим. Бежать надо. Может он будет греться, когда будет бежать. А мы не можем даже бежать по той причине, что у нас... О! Окна горят. Вот там бабушка и живет в этом доме здоровенно. Видите, как хорошо? Значит, ломик мы с вами не нашли. Но зато мы с вами хорошо исследовали ферму. Мы сейчас с вами отогреемся. После этого пойдем по этому мосту. Перейдем туда, в ту локацию. Покушаем. Отогреемся. Попьем воды. И отправимся. Но у меня еще была одна идея. По поводу угля. У бабушки в доме был такой камин, который можно было растопить. Мы сейчас попробуем его растопить. Попробуем, что это нам даст. Без понятия. Но очень интересно, что произойдет тогда. А еще можно было вернуться назад. Там была пещера. В той пещере находились куски угля. Возможно, если бы его нас собирать и набросать в печку, возможно, было бы еще дольше работало отопление. Так, мы неплохо пришли. Все горит, все хорошо, все под контролем. Дом. Милый дом. Я даже не потерял ни капли здоровья. Сейчас отогреемся. Маргоша там кого-то ищет в чате. Так, вот. Вот мы наконец-то и дом. В Милтоне называется. Где наша бабка? Вот она сидит. Привет, бабулька. Мы можем с ней побеседовать. Что-то новенькое она нам поведает. Нет, никаких диалогов нету с нею. А что касательно воды. Мы можем взять ее. Котелок. Готовить. Допустим. О, травяной чай. Травяной чай. 10 минут на варку. Вот, давайте чай сделаем. Готовить. Пускай чаек готовится. О. Чай это хорошее дело. Он согревает. Здорово. Так, что мне хотелось протестировать? Что угодно бы сейчас съел. Я тебя понял. Что мне хотелось сделать? Мне хотелось как-то вещи немного посбрасывать. Разгрузиться, потому что у меня перевес. Я очень медленно хожу. Это влияет, конечно же, на мою скорость. Печь. Вот. Разжечь огонь. Так, допустим, пруд. Что у нас тут из топлива есть? О. Книга. Вот, допустим, разжечь. А ну-ка. Что будет, если мы тут печку разведем? Возможно, мы сможем кто-то здесь тоже греть. Допустим, кофе готовить. Или воду переплавлять еще дополнительную. То есть будет два у нас источника. Один возле бабушки, возле костра. Один здесь. Так, ну, вроде бы огонь. Вот сюда я хотел угля набросать. Так, на один час. И что? Ячейка для готовки. Готовить. Банка, допустим, выбрать. Мы можем здесь кофе начать готовить. О, чашка кофе. То есть, вот, видите, реально плиту можно, в принципе, разжечь себе. И здесь готовить всякую вкуснятину. Так, у нас еще все-таки взять факел, добавить топливо. Добавить топливо. Допустим, древесины мне хочу добавить. Кедровые дрова. А что с них самые тяжелые? Мне бы охота была полена. О, уголь. У меня он есть, оказывается. А ну-ка, добавляем. Минуты до добавления угля. 19. А он добавляется? 18. Я не понимаю. Добавить топливо. Взять факел. Полена. Добавить. Добавилось. Уголь почему-то не добавляется. 16 минут почему. 3 часа. О, на 3 часа развел костер. Но мы тут, по идее, разогрелись нехило. Так, значит, чай. До пригорания. Все. Пьем. Пьем. Это мы кофе приготовили. Ух, я кофеечка напился. Значит, мы проголодались еще к тому же всему. Что у нас есть еды? Сейчас мы посмотрим. Это все наша жрачка. Значит, тут у нас есть вот такая вот штука. Вот это у нас такая пить. Energy напиток какой-то. Сладкий газированный напиток с кукурузной потокой. А, она с кукурузой вместе внутри. Ага. Вот это тоже очень, это очень хорошая штука. Пополняет нашу сытость. Так, покушали. Вот. Мы теперь напились, наелись более-менее. Но теперь у нас больше проблема наша заключается в том, что у нас осталось не очень много, не очень много еды. Вот это еще можно съесть. Чтобы у нас это до конца заполнилось хотя бы приблизительно. Так, батончик тоже для желудка. Вот видите, пополняется полоска. Жукс. О, все. Поели. Что это? Банку мы, наверное, заберем пока что. А это у нас пускай греет. Ну, может в холосту и греет. Но у меня и так усталость снизилась. Бабка все сидит. Значит, мне нужно разобраться, пей, возьмем с собой котелок, готовить, к примеру, назад, котелок, вода. Давайте пускай, дадим задачу ей, пускай готовится. Просто вода плавится. Мне нужно найти место, куда я смогу сбросить какие-то вещи. Потому что у меня перегруз. А если мы посмотрим свой инвентарь и зайдем в свой рюкзак, скажем так. Мы где-то здесь должны найти свой перегруз. Сколько у нас вещей. Сколько у нас перегруза. Что нам надо выбросить. Так, это мы можем сделать такой себе фонарь. Начать делать. Приготовление чая из шиповника. Ну, мы и усталость чувствуем немного, кстати, о птичках. Так, это у нас что? Капканы можем делать. Вот я не понимаю, где у нас этот перегруз. Соберите припасы для старой матери. Дрова мы обеспечили. Так, вероятно, это слепая старуха, последняя оставшаяся в живых. Обитательница Милтона. Она может знать, что что-то случилось с Астрид. Вот мы не наполнили ее холодильник. Но мы не можем больше ничем пополнять ее холодильник. Ой, кажется, вьюга. Слышите, как шумит. Роблекс, привет, Роблекс. Так, холодильник. Попробуем, может быть, удастся чем-то его наполнить. На 800 единиц нужно холодильник набить, набить. Но мы можем водой пить его и туда ее. Все. И что? А вода питьевой, видите, вообще не считается. Так, ага, вот мои килограммы. Я с собой загораживаю. Я вижу 46 из 35. Значит, понятно. Что мы можем в холодильник запихнуть? А, мы можем еще одежду свою старую переработать. У меня много повторяющейся одежды. Поношенный жилет. Я могу туда в холодильник запихнуть. А я могу его разломать наверняка. Так, сейчас мы с одеждой попробуем. Вот, допустим, этот жилет лишний. Этот у нас похуже. Выбросить. Действия. Ремонт. И что? А, мы его чиним. И что у нас теперь будет с ним? Так, собрать. Назад. И что? Ага, он был покоцанный и стал нормальный. Хм. А как? Я могу его просто выбросить? Ну, допустим, выбросить. Он упал там на пол, да? А я его там, видите, внизу? Да, он тут валяется. Ну, пускай он усталость снизилась. Давайте тогда сделаем следующим образом. Допустим, что такое тяжелое у нас есть? И чего у нас очень-очень много. Это очень тяжелое, к самому. Небольшое количество легких меняется материала. Выбросим давайте все. И у нас все равно перегруз. Уголь, допустим, выбросим. Весь. Все равно у нас очень много. Это мы оставим. Что у нас самое тяжелое? Удать по 7 килограмм. Выбросить. Допустим, выбросил. 35. У нас вообще очень-очень мало места, на самом деле, в инвентаре. Какую-то одежду. А эти ботинки, может быть, нам стоит что-то новенькое одеть? Допустим, у нас всякие носки появились. Крутые. И у нас и так хорошие носки, на самом деле, одеты. Вот если было бы дополнительно какие-то подштаники, я бы с удовольствием их на себя напялил. Так, это можно... Что-то можно с этого выбросить. Это, например, выбросим. Тут нечего одеть. На самом деле, сложно, потому что выбрасывать-то жалко. Если так разобраться по чесноку. Эх. Так. Думаем, что еще тут можно применить. Что мы можем еще использовать. Ловушка. Вот, топор, допустим. Зачем мне два топора? Это можно... Бросить. Тоже мне не нужно. Это спальный мешок. Понятно. Зачем мне эти банка? О, ну все. Мы немножко разгрузились. Пускай оно здесь будет. Согревание у нас готово. И мы... Сразу чувствуется, что я быстрее начал двигаться. Наконец-то я немного себя разгрузил. Ну, а теперь... Теперь можно, пожалуй, и поспать. Часа четыре. Я надеюсь, что этого дела хватит, чтобы наступил день. Смотрим. Так. Смотрим, что по времени. Какое время суток. Ну, судя по всему, сейчас уже посветлело. Уже ярче. Наверное, сейчас самое раннее утро. Но меня это вьюга настораживает. Вьюга, вьюга, вьюга. Тут мои вещи. Запомним, что я здесь у бабушки в доме оставил свои вещи. И очень сильно надеюсь на то, что они не пропадут. А здесь выкипела вода, да? Ну, ладно. Топим еще снега. Два литра. Пускай топится снег. А мы пойдем на уличку. Ну, еще минутку посижу и пойду. Понял? Понял. Я пошел отпускать салюты и петарды. Ой, боже ты мой! Что здесь творится? Это какой-то ужас. Это какой-то реально ужас. Какая метель ужасная. Это невозможно. Как в такую метель? У меня так быстро падает. Я так быстро замерзаю. Я в такой метель должен отправляться куда-то. Давайте, может быть, какой-то еще час поспим. Два. Я надеюсь, что такая метель сейчас угомонится. Допустим, час еще дрыхнет. Пожалуйста, метель, угомонись. Может быть, я слишком долго здесь. О! О! Ну, теперь, кажется, она прошла. Час под рых. И за одной день наступил более яркий. И метель, кажется, немножко угомонилась. У меня и похуже метель была. Ой, Марагоша, я не знаю, как там у тебя. Но у меня тут ужас какой-то творится, а не метель. Так, хорошо. Мы с вами, кажется, поняли. Вроде бы стало теперь поярче, но метель меньше не стала. Так. Нам нужно двигаться на мост. Большой мост, по идее. Я двигаюсь вроде бы как в правильном направлении. На это надеюсь. Боже, как-то стрёмно. О, вот этот мост. Про него я и говорил. Наверное, там будет эта заправка. У меня задание. Поищите припасы на заправке. Дело в том, что я заправку, по сути таковую, вообще пока что не нашел. Серая мать хочет, чтобы я нашел какую-то... Может, заправка где-то там была? А может, где-то здесь заправка. Через мост, если перейти. Ну, сейчас мы с вами поймем, правильно ли это или нет. Так, какая-то заправка нам нужна. Заправка. Ну, там, где бензином заправляет автомобиль, это логично. Все. Все ясно. Так, музыка что-то началась какая-то подозрительная. Так, что здесь написано? Милтон. Тавер. Так, хорошо. Машины еще есть. Это похоже на заправку? Какие-то ковры, бочки. Метель, метель. Главное, на волка не наткнуться. На волка, чтобы он... О, что написано? Лесной участок. Так, кедровые дрова. Кедровые дрова, это хорошо. Ну, где толком-то эта заправка? Кто-то мне объяснит, дамы и господа, или нет? Наполнит на 800 единиц жратвы. Давайте пока что в машину спрячемся. Итого, что мы тут имеем? Вот это можем обыскать. Кстати, в машине мы тоже замерзаем. Тут пусто. И здесь пусто. Понятно, ничего здесь нету в этой машине. Как обычно, жлобы ничего в машине не оставили. Багажник закрыт на замок, который я взломать пока что не имею возможности. Никакой. Так, тут пусто. Ничего нету. В всякий случай просмотрел. Значит, машина здесь. Мы пришли отсюда. Ладно, идем потихоньку дальше. В надежде деревья вырубали. Видите? Деревья выбивали, вырубали. Машина еще одна. Машина. Обыщем спереди только бардачок и эти вот штуковины. Я боюсь пропустить где-нибудь какую-нибудь важную вещь. Какой-нибудь ключ. Допустим, от той же самой фермы. Ничего нету. Ой. Так, и теперь я потерялся. Куда мне теперь идти? Я заблудился. Наверное, наверх. Еще машина стоит. Так, и куда же нас этот лес приведет вообще? Без понятия. Без малейшего понятия. Где тут может быть заправка? Ух ты, какая-то церковь. Но это явно не заправка. Это церковь. Так, мы сейчас церковь будем обыскивать. Обыскивать церковь. Пустой бардачок. Раз. Два. Вылазим. Так, ну это уже интересно. Церковь мы еще с вами не видели. Но это явно не заправка ведь так. Мы сможем здесь согреться. Похоже на церковь. Вот она и есть. О, можно зайти внутрь. Интересно, кто-то есть внутри? Так. Ух ты, е-мое. Написано церковь святого Кристофера. Найдено новое местоположение. Хорошо. Кстати, насчет карты. Ну, серая мать, понятно. Может мне какую-то подсказку дать. Может мне надо было... Так, книга. Это как дрова. Можно будет использовать. Прости меня, Господь. Если это какая-нибудь Библия... О, варежки. Полезная штуковина. Еще бы. О, здесь можно костер развести, чтобы согреться. И книжки. И спички, и книги. Мы можем это все сжечь. Гимн. Слова гимну. Дэс и Рейн какой-то. Мы можем тут реально развести костер. Разжечь костер. Но давайте, спичек у меня довольно... Слишком много вещей. Ну вот, сейчас мы разведем костер. И немножко вещей потратим. Так, начинаем разводить костерчик. Сейчас немного согреемся заодно. Так. Колдуй, баба, колдуй, дед. Колдуй, серенький, ментгель. Давай. Не! Разжечь костер еще раз. Попытка номер два. А че ж такое? Надо согреться и двигаться дальше. Ну как-то... Я пока что... Да что ж ты... Че ж ты будешь делать? А может, это не труд, газета. Может, какие-то другие вещи взять? Какие-то другие... О, давайте с книг попробуем все разжечь. Может быть, где-то дальше мы встретим эту заправку, про которую говорила эта бабушка. А может быть, нет. Я пока что не могу понять, о чем она говорила. Может быть, я... Ну в том городке не было видно... Никаких заправок. То есть, скорее всего, она где-то в другом месте, эта заправка. Правильно? Так. О, получилось. Добавить топливо. Книга. О, книга. Добавить, добавить, добавить. О, на час. Вот теперь тепло у нас будет. Кое-какое-никакое тепло будет. Горючее. Малоисточник топлива для разведения огня. Спасибо тебе большое за топливо такое. Так, что тут у нас еще? Ух ты, это похоже на старое фортепиано. Факел. Книга. Прут. Бутылка воды. Кровать. О, тут можно даже поспать. Отдохнуть. Батончик нашел. Батончик сожрем. Какие-то записки. Книга. Надо что-то... Стол... Не-не, ломать не будем тратить. У нас, в принципе, с дровами проблем пока что как таковых вообще нету. Они всегда находятся очень легко. Эти дрова. То есть, мы здесь, по сути, для чего? Чтобы тут можно было отдохнуть, поспать на случай тот, если ты вдруг там не поспал у бабушки своей, да? Но у меня, опять-таки, слишком много сейчас вещей. У меня снова перегруз. Мне нужно что-то снова выбрасывать. Горючее. Что мне выбросить? Ну, допустим, можно выбросить одну банку. Что еще? Топор, факелы. Разрушено. Выбросить это. Мне нужно что-то выбросить, потому что у меня реально слишком много-много всего хлама. Книги. Вот, допустим, пять штук книг можно выбросить. Все. Вот. Все, теперь я хотя бы смогу быстрее бегать. Видите, какой у меня... Какой-то рюкзак как-то. Можно свой прокачать? Подождите-ка. Информация. Мне интересует мой рюкзак. У меня на моклоне вещи. Как они должны у меня теперь подсушиться? Ладно, поехали дальше. Я хочу найти что-то. Я хочу найти что-то важное. Ну-ка, по крайней мере, пока ночь наступила, мы еще можем двигаться дальше. Значит, где наша? Значит, вот наша церковь. Мы ее рассмотрели. Дальше наш путь ведет вот сюда. Церковь. Спасибо тебе большое за твой уют. Но нам... О, кладбище! Так. Ух ты! Факел нашел. Еще факел. Да, подождите-ка. То есть, это говорит мне о том, что, возможно, факел в втором времени мне понадобится. Так, покину транспортные средства. Так, церковь, машина. Кладбище мы нашли какое-то. Там писала только что табличка сверху. Я, правда, с собой загораживаю. Что тут где-то кладбище находится. Кладбище, домашних, животных. У-у-у-у. Пока непонятно, что за кладбище. Где здесь эта заправка? Я пока не нашел. Задание. Актуальный. Припасы на заправке поискать надо. Вот такие дела. Только если бы я еще эту заправку надыбал. Пока что не знаю. Пока просто иду, брожу. Иду, иду. Не знаю куда. Волкова нету. Тоже хорошо. Возможно, мы сейчас где-то тут и найдем эту заправку. А может быть и нет. Но хотя бы если бы я до нее дотопал. И я бы смог какую-то часть вещей своих, например, выбросить. Ну, какие-то такие самые ненужные вещи. А вместо них... Там кто-то ходит, что ли? Мне показалось. Что-то такое... Почему-то дерево. Мне кажется, или там кто-то живой. Шевелился. Так, подождите-ка. Дерево какие-то. Деревья. Как будто бы здесь упало дерево и перегородило мне путь. Что это такое? А, тут можно пролезть. Подождите-ка. Тут есть проходец. Есть проходец. Пролазим. Чик. Присел такой. Чик-чик-чик-чик-чик. На картаны. На картаны. Оп. Так. Ну, и что же мы тут найдем интересного? Я хочу что-нибудь найти. Крутое. Ну, или не крутое. Просто какую-нибудь развязку. Очень долго идем пока что. Никакой опасности рядом я не вижу. Никакой карты у нас нету, чтобы смотреть, куда мы бежим. Так. Тут там зайчики бегают. Дорога, кажется, ведет сюда. Да. Дорога здесь. Какая-никакая дорога здесь есть. В конечном итоге мы по-любому куда-то придем. Какое-то нужное место. Верно ведь? Не может быть такого, чтобы дорога вела куда-то не туда. Куда нам не нужно. Но у меня какое-то такое есть ощущение, что я что-то напутал. Где-то заправка, возможно, была в городе. В окрестностях того домика. Ну, кто его знает? Кто его знает? Пока что просто бегу, как ни в чем не бывало. Я начал очень сильно замерзать, я вижу. Волков нету, что радует. Так. Деревья. Некоторые совсем такие. О! Волк! Надо бы как-то его обойти. Потому что если он начнет за мной бежать... Ну, в принципе, там автомобиль спереди есть. То есть, в принципе, мы сможем, если что, спрятаться в авто. Но никто не гарантирует то, что он сразу же от меня отстанет. Он может меня потом... После того, как я выйду с машины, меня преследовать. Кажется, он меня услышал. Где он? Вот он, вот он. Он меня услышал, реально. Он идет за мной. Но он хотел, чтобы хотя бы не бежит. Идет? Да, идет, идет. Он меня преследует. Боже, мне нужно какое-то здание. Мне нужен какой-то дом. Эти волки меня достали. Он бежит? Рысью, рысью двигается. Я в машину залез. Что в бардачке? Пусто. Это что такое? Худи. Ух ты. Так, худи. Могу ли я это худи как-то на себя напялить? Так, есть такая штука. Есть такая. А как худи одевать? Подождите, господа. Я не разобрался. О, вот это, наверное. Так, это худи наша. Понял. Она хуже, чем моя. Тут пусто. И здесь пусто. Давайте с этого момента мы будем начинать следующую серию. Будем двигаться по дороге дальше. Надеяться на то, что нас не загрызет волчара. Я тут сохраню игру. В следующий раз мы начнем уже с этого момента. А пока что на этом все. В небе с вами в следующей серии. С вами был Нил Ламоп. Мы играли в Зелон Дарк. Всем пока-пока.